Отлично, спасибо большое. Будет довольно тяжело выступать после Игоря, такого крутого спикера, но я постараюсь. Для начала... Так, слайды... А, все. Для начала хотел бы рассказать о себе, немножечко представиться. Ну, начинал я с 2010 года заниматься предпринимательской деятельностью. Было очень много ошибок, поражений, неудач, и только они сформировали меня тем, кем я являюсь сейчас на данный момент. Был опыт рекламного агентства, на котором мы заработали свой первый миллион с партнером. Затем была сеть цветочных салонов, Благовещенск, Хабаровск, 8 марта называлась. Затем было СММ-агентство, и на текущий момент это лазертаку Пармада, который мне понравился больше всего. И я понял, что я буду заниматься сферой развлечения. Чего я успел добиться за последнее время из таких более-менее значимых достижений. Стал общественным представителем, амбассадором агентства стратегических инициатив. Буквально месяц назад был опыт в мероприятии «Ты предприниматель», победил в Мурской области, получил грант в размере полмиллиона рублей, который успешно реализовал на лазертак. Дальше являлся наставником среди предпринимателей своего города с декабря 2019 по 2020 год. И на данный момент, как я уже сказал, являюсь руководителем лазерта клуба «Армада». Темой моего сегодняшнего выступления будет личная эффективность руководителя в бизнесе. Постараюсь рассказать за 20 минут, хотя это очень мало времени. Если вдруг не успею какие-то аспекты захватить, у меня готов план выступления, я могу отправить всем желающим. Ну, либо сами организаторы помогут отправить эту информацию. Расскажу все без воды, как есть у нас на своем примере. Тема, которую я хочу раскрыть сегодня в этой главной теме, это как организовать себя и своих сотрудников, постоянно работая над этим этапом, и он довольно-таки тяжелый. Вообще, в принципе, все, что связано с человеческим фактором, это такой себе вопрос. Поговорим про очаги влияния и поиск возможностей в текущей ситуации, особенно в условиях приближения второй волны, уже даже от наступления. Как подружиться с конкурентами и нужно ли это. И, собственно, проанализирую свою деятельность с марта этого года по текущий момент, в период пандемии. Собственно, самое сложное, что было в моей деятельности, в опыте моем предпринимательском, это работа с людьми. Так или иначе, я старался строить работу с партнерами, я старался строить работу со своими сотрудниками. Был разный опыт у меня, и был я как диктатор, неправильный совсем подход был, как я считаю. Был опыт, когда я был лишне мягкий, и был опыт, как мне сейчас кажется, более-менее правильный. Это опыт взаимодействия с ребятами со своими, как с командой. То есть построение именно команды. И сейчас полтора года я уже тестирую это направление. Так, что мы сделали в самом начале? Когда случился карантин, там чуть позже я расскажу, как мы к нему подготовились, то есть уже в феврале я знал, что он будет, когда все шутили и смеялись над китайцами, над видео, что они, может, видели, туалетные бумаги расплачиваются. Вот, тогда уже мы начали готовиться. Первое, что мы сделали, когда, собственно, нагрянул карантин, это определили вообще, какие ключевые специалисты у нас есть из всего штата, который у нас был на тот момент. У нас было 16 человек, и из них я определил 4 ключевых игрока, ну, в своей команде, скажем так, на обучении и развитии которых я сосредоточился. Первое, от чего получилось уйти, это раздутый штат. Второе, размытая заработная плата на 16 сотрудников с фонда заработной платы. И таким образом усилить и 4 специалистов, которых мы определили, и, соответственно, повысить и сохранить, точнее, сначала сохранить, потом повысить заработную плату. Дальше, что мы сделали? Определили вообще четкие обязанности, конкретные, понятные, начиная от того, что они понятны мне, и заканчивая тем, что они понятны ключевому сотруднику, точеконечному сотруднику. И, собственно, довели их до специалистов. Далее со специалистами начали прорабатывать эти моменты, на них появился дополнительный уровень ответственности, новые обязанности, и моей задачей было, как руководителя, не просто делегировать и забыть про это, делегировать и контролировать какое-то время. Оказалось, это гораздо сложнее, чем изначально мне представлялось. Затем мы определили, что необходимо ставить четкую и правильную задачу, чтобы прям вот конкретно, без какой-либо воды или каких-то отвлечений, никак по-другому специалист не мог воспринять эту задачу и выполнить ее ровно так, как она написана. Для начала это нужно сделать именно таким образом, потому что был опыт, и когда ты перекладываешь задачу, не контролируешь ее выполнение, не помогаешь специалисту, и он делает ее абы как в большинстве случаев, и был опыт, когда ты чрезмерно контролируешь, стоишь над душой, и задача выполняется тоже не как тебе хотелось. В данном случае мы ставим задачу четко, но при этом контролируем первое время, а дальше допускаем возможность, что сотрудник допустит какую-то ошибку, это нормально, это корректируется, и, соответственно, со временем у него начинает появляться какая-то импровизация правильная и правильная инициатива. То есть вы всегда сами должны, как руководитель, четко понимать, какую задачу вы ставите и какую цель, точнее, от какой цели появилась эта задача. И тогда у вас не будет никаких недоразумений, и сам специалист должен знать, к какой цели он идет, решая ту или иную задачу. Когда специалист не понимает, к какой цели он идет, ну, ничего хорошего из этого не получится, и он не поймет области его импровизации, куда он может дальше двигаться, в случае чего, и как корректировать свои действия. А дальше, что мы придумали, что решили сделать? Это мотивация. Она должна быть не только денежной. Мотивация должна проявляться и в отношении к вашим специалистам, через корпоративный климат. То есть мы вели тимбилдинги, мы сделали психологические тренинги, мы увидели баланс, ну, что не надо слишком часто это проводить, ну, и не надо слишком редко это проводить. Мы замотивировали ростом, мы прописали план карьерного роста по каждому специалисту. То есть попадая в клуб наш, на должность инструктора, самый начальный по проведению игр, ты можешь вырасти до управляющего филиала, если у тебя будет желание. Ты как и в должности вырастешь, как в обязанностях, в уровне ответственности, так, естественно, и в зарплате. То есть мы с ребятами определили, кто из них может этого достичь, и кто из них хочет этого достичь. Дальше уже все зависит от них. То есть прошло полгода, и за полгода я увидел реально два из этих четырех специалистов, кто может реально достичь, ну, то, о чем мы проговорили в самом начале. Они за эти полгода приложили определенные условия. И вот эта мотивация, она позволила создать, точнее, уйти от какого-то физического контроля над сотрудниками к более лайтовому управлению, контролю за ними и корректировке их действий. То есть проходит планерка, мы собираемся и корректируем какие-то действия. Дальше. Что касается командной работы в тимбилдингах, о которых я сказал чуть выше. Здесь очень важно определить, что именно под тимбилдингом вы подразумеваете. То есть что ваши специалисты должны получить. Расслабиться, отдохнуть, либо они должны сплотиться, либо какой-то конфликт внутренний, который есть, вы должны его урегулировать, разобрать. Для этого помимо тимбилдингов вводятся психологические преминги. Но мы для себя определили, что раз в месяц у нас проходит тимбилдинг, типа там на батутах попрыгать, отвлечься, развеяться от обстановки рабочей, то есть из клуба мы выходим на такие тимбилдинги. И раз в квартал мы проводим психологические тренинги, где конкретно гасим какой-то негатив, который появился, разбираем, общаемся. Если у кого-то какие-то конфликтные ситуации были, мы этих людей стараемся связить, чтобы они между собой разрешили. Ну и вообще, в принципе, приветствуем организации, чтобы все друг другу в лицо высказывали, не копили. Если что-то кому-то не нравится, мы сразу собираемся, общаемся, разговариваем. И этот конфликт гасим как в зародыше. Пока в течение полутора лет у нас получается это. Надеюсь, дальше все будет лучше. И это действительно соответствует тому видению, которое я изначально вкладывал в это понимание. Что касается внедрения идеологии компании. Ну, считаю, что мы только в начале этого пути, хотя уже определенный корпоративный климат за счет тимбилдингов, тренингов, обучения. То есть мы вкладываемся не только в заработную плату сотрудников, специалистов, мы вкладываемся еще и в обучение специалистов. То есть если специалист проявляет какое-то желание обучиться чему-то новому, и у него есть на это время, и он готов этим заниматься в компании, пожалуйста, мы выделяем деньги, специалист обучается в этом направлении, и, соответственно, потом помогает компания. Ну, например, по последнему у нас обучению девочка захотела снимать видео, мы ее обучили. Сейчас она будет делать небольшой мини-сериал про деятельность нашего клуба. То есть в шуточной форме, в игровой такой, про сам бизнес изнутри. Планируем запустить это в YouTube и на всю Россию по начале следующего года. Что касается тимбилдингов, увидел вопрос, скажем, глаза. Да, мы полностью финансируем этот тимбилдинг. То есть специалисты, сотрудники ничего не платят. Плюс мы начали объединяться с другими развлекательными сферами, сегментами, с другими руководителями и приглашать их коллектив, их руководителей к нам на тимбилдинге, чтобы специалисты друг с другом общались, учились, перенимали опыт. Кто-то видел, что те слабже, мы там молодцы, или наоборот видел, что мы не такие молодцы, есть куда расти. Это правильно. Ну то есть сейчас вот у нас вот это только-только началось именно с другими коллективами. Я думаю, в целом это поднимет, в общем, и сервис, и качество оказываемых услуг. Вот. Дальше. Сейчас пальцем переснется. Работа, естественно, над собой. То есть постоянное обучение. Я как начал заниматься предпринимательской деятельностью в 2010 году, ну, изначально, конечно, у меня ожидания были другие, что я стану руководителем, начну подписывать чеки много миллионов, и все будет кайфово, я ничего не буду делать. На самом же деле, ну, все предприниматели здесь все понимают, что ты и разнорабочий, ты и игрушек, ты и уборщик, ты и менеджер, ты и директор, и т.д. и т.п. С этого все начиналось. Вот. И я каждый год думал, что все, теперь я знаю все, теперь не будет никаких новых ситуаций, которые меня прям смутят. Но на самом деле из года в год появляются новые моменты, в которых ты абсолютно не разбираешься, и думаешь, блин, ну что, еще надо изучать, еще чему-то обучаться. Да, этот процесс постоянный. Иначе просто будет происходить своего рода стагнация, и в какой-то момент эта стагнация через несколько лет или месяцев поухнется. Постоянное развитие, постоянное обучение должно проходить ну, ежедневно, грубо говоря. Сам по себе скажу, что у меня от одного до четырех курсов в год проходит. Бывает такое, что курс занимает полгода. Вот последний курс, который я проходил. Если успею, я в конце расскажу про него. По книгам я читаю от одной до двух книг в месяц. Если работа не в режиме нон-стоп, то бывает и больше книг. Читаю все от пластики до бизнес-литературы, что-то мотивирует, что-то я выписываю и пытаюсь внедрить в свою компанию. То есть проецирую на свою команду, на свою компанию и пытаюсь внедрить. Смотрю, работает, не работает. Следующая тема выступления – это рычаги влияния и поиск возможностей. Что мы под этим подразумеваем? Ну, первое. Возможности есть всегда. Они нас окружают целиком и полностью. Самое главное – это, естественно, их увидеть вовремя и использовать. Таким образом, в свое время мы наладили общение с предпринимателями города. Города создали некоторые сообщества, в том числе группы в Телеграме, в WhatsApp, в различных мессенджерах. И со временем эта аудитория нарастает, и предприниматели все более и более активно начинают помогать друг другу, делиться какой-то информацией, не так, как это было в начале моего пути в 2010 году. То же самое сейчас происходит и с администрацией, властью, другими инстанциями, налоговыми, дистанционными фондами. Есть отдельные специалисты или отдельные группы, или отдельные семинары, форумы, где можно прийти, пообщаться, задать вопрос, и тебе нормально, не через «ре» подскажут и расскажут, как вообще можно функционировать, какие есть моменты, какие есть льготы, какие есть программы. И при грамотном, правильном общении, уважительном с этими специалистами, потому что все считают, что мы имеем право требовать с них, а они такие же люди, как и мы. И да, они могут вам помочь, но если вы будете через «ре» с ними разговаривать, скорее всего, никакой положительный контакт не удастся сохранить. Вежливое общение, и вы всегда сможете выяснить информацию, которая вас интересует, а где-то вам самостоятельно подскажут и направят, чтобы вы получили определенную финансовую помощь, например. Что касается как раз-таки грантов, фондов, поддержки различных и субсидированных кредитов, я в своей компании хочу нанять отдельного человека, который будет следить за грантами, писать программы по грантам и реализовывать их. За счет грантовой поддержки можно неплохо улучшить материальное положение, не материальное положение, а материальную базу вашей компании. Что касается фондов поддержки, например, мы работаем с фондом «Мой бизнес», и этот фонд очень часто меня лично трижды поддерживал в финансово различных программах. Это все реально, очень реально. Если там у меня получилось, то знаешь, что любого получится. Недавно была программа субсидированного кредита от PSB банка. Суть была в том, что вы могли получить 6... А, МРОД, умноженное на 6 месяцев, умноженное количество сотрудников. Мои знакомые предприниматели... И мои знакомые предприниматели говорили о том, что они получали от 150 до 400 тысяч. Я, к сожалению, не успел, опоздал на месяц и в эту программу не успел войти. Но вроде как она до сих пор действует, или заново ее запустили. Можете поузнавать. Использование текущих связей здесь очень просто. Когда начался карантин, бомбанул, грубо говоря, кризис, все связи, которые были, вся контактная база, которая была, мы ее использовали. Запустили рассылку, пообщались с ребятами, узнали, как у них в регионах, в городах работает предприятие, поделились своим опытом. И, соответственно, мы это переняли для себя и использовали. Но по большей части нам помогла просто база контактная, большая, по которой мы запустили рассылку, и которая смогла привлечь к нам клиентов в этот тяжелый период апреля месяца. Потом мы последовательно перестраивали бизнес, вводили услуги на расстоянии, то есть начали прокачивать выездные игры. Думали, что это невозможно. У нас лазертак, это значит, мы проводим все внутри, в клубе, никакого удаленного взаимодействия быть не может. То есть здесь присутствие человека должно быть. Мы продумали про выездные игры, выезжать на дом проводить, выезжать по дворах проводить и так далее. И даже в нашей деятельности, даже в нашей деятельности, это получилось сделать. Где-то посмотрели, где-то опыт другого региона по лазертак клубам переняли. Ну, в общем, у нас это прошло, и нам это помогло. Вот таким образом мы перестраивали бизнес. Что касается диалога распространенных подряд надзором, мы с самого начала познакомились, подружились, узнали, какие требования нужно соблюдать, начали их соблюдать, дождались отмены карантина и начали потихонечку-потихонечку работать. Ну, именно уже на открытой площадке, которые до этого были запрещены. Там точно такие же люди работают, и если с ними выставить контакт, то вот сейчас в начале второй волны гораздо легче до чего-то договориться, узнать какие-то новые требования и вовремя их соблюсти, чтобы в самом лучшем раскладе хотя бы там 50% можно было функционировать, а не как в апреле прошлого года, когда полностью закрыли. Что касается создания сфер развлечений, то есть мы с руководителем Portal VR создали неофициальную организацию, ассоциацию точнее, объединили под собой 20 предпринимателей, даже более 20 сфер развлечений, и, соответственно, как бы мы стали представлять их интересы. Когда мы пришли в администрацию, начали говорить о том, что нам нужна такая же поддержка, как там по спорту, как по сфере развлечений, которая нас не коснулась, по тысяче рублей за квадратный метр, мы смогли совместно разработать положение, и в будущем, уже в этом году, мы сможем получить по этой программе, как только регламент выйдет, до 150 тысяч рублей. Ну, хоть что-то, но хотя бы нас услышали. То есть под лежачий камень вода не течет. Мы собрались, мы поговорили, мы встретились, пообщались, нас услышали, сделали. Это все возможно. Хотя у меня было такое скептическое отношение к администрации, к власти в целом. Касаемо дружбы с конкурентами, что я здесь могу добавить? Мне говорят, что осталась одна минута. Вот, постараюсь заканчивать. Смотрите, касаемо дружбы с конкурентами. В общем и в целом, я был против того, чтобы когда-либо дружить с конкурентами, но в один прекрасный момент я позвонил клубу конкурентов, самому главному, высказал лицо все, что я думаю про них, и услышал в ответ то же самое, мы договорились встретиться, поставить все точки над «и», встретились. И в результате такого диалога мы начали, скажем, немножечко сотрудничать друг с другом. В том плане, что, во-первых, мы определили повышение цен. Мы перестали конкурировать демпингом по цене. И вообще как бы закрыли этот вопрос. Касаемо того же карантина, начали друг другу подсказываться о каких-то лазеечках, которые можно использовать. Это тоже очень хорошо. И я бы рекомендовал настроить мосты, потому что после этой встречи я подружился со всеми конкурентами в своей деятельности, с прямыми конкурентами, которые тоже по-своему мне, скажем, в каких-то моментах подсказали. На самом деле это не так страшно и противно, как кажется в начале, даже несмотря на то, что у нас там очень враждебные отношения были с вот этими главными конкурентами. Вот. Ну, тогда я на сейчас уже заканчиваю. Приступаем к ответам на вопросы. И часть презентации, которую я не успела озвучить, я точно так же смогу либо куда-то загрузить, либо с организаторами сможем отправить всем участникам. Ага, так, ну, думал, будет кто-то зачитывать вопросы. Ладно, сейчас прочитаем. По курсам. Сейчас залистаю по презентации сразу до этого. Как раз у меня есть такой момент. Кстати, там еще презентация, анализ падения спроса был по сравнению с предыдущим периодом, поэтому рекомендую все-таки ее скачать и ознакомиться. По курсам. Сам прошел Soho MBA в этом году от Михаила Уколова, русского предпринимателя, IT-предпринимателя. Довольно сложное обучение. Очень часто ругался сам на себя, что не понимаю. Сдавал один урок по 10 раз. Но это то обучение, которое дает результат. Но это очень-очень сложное обучение. Ну, и довольно-таки недешевое. Что касается не курсов по литературе, вы можете видеть на экране по презентации, самое основное из всех этих книг – это Ричард Таллер «Поведенческая экономика. Новая». Честно, если не читали, ознакомьтесь, ваше сознание перевернется. И для меня это было откровение. То есть я реально увидел, чем действительно руководствуется человек, когда принимает решение. Не то, что мы думаем или что проектируют и прогнозируют маркетологи. На самом деле все немножко иначе. Ну и, собственно, свой бизнес я продолжаю перестраивать из этой книги. Ну что ж, Денис, спасибо большое. Денис Кривоченко. Благодарим, ставим плюсики, да, отмечаем, оцениваем выступление. Но еще несколько вопросов, да, вот по ходу приходили. Все-таки вернемся к тимбилдингу. Вы уже сказали, что на 100% вы, собственно, оплачиваете, да, тимбилдинг. Но, может быть, прокомментируете как-то? Вот Леонид Михайлов спрашивает. Есть мнение, что если тимбилдинг за счет работодателя проходит, то это не работает, поскольку не вовлекаются сами работники, не чувствуют какой-то заинтересованности, и потом отдавать это все компании. Ну, смотрите, скажу так, тимбилдинги у нас начали проводиться с мая вот этого года, как раз там спустя практически месяц после карантина. Вовлечение ребят в работу, в обязанность, уровень ответственности, я сейчас про четырех сотрудников говорю, которые остались, увеличился кардинально. Сама ответственность ребят, которая повысилась по всем показателям, уровень обязанностей, который на них дополнительно появился, он тоже о многом говорит. Ребята готовы выходить работать в выходные дни, нет никакого абсолютно нытья, при том, что рост заработной платы не настолько сильно вырос, чтобы, скажем, они с любовью все это делали и с пониманием. Вот, что касается вовлеченности ребят в работу, появилась дополнительная инициатива по улучшению площадки, по улучшению продукта, по оформлению, предложения какие-то стали поступать. До этого, до мая этого года, в прошлом году, у нас были такие мероприятия, частично оплачиваемые, 50% мы оплачивали самостоятельно, 50% оплачивали сотрудники. Ничего из этого хорошего не получилось. Но я считаю, что причина не в оплате, полной или частичной, а причина именно в коллективе. Если изначально штат небольшой, вы можете избавиться от какого-то, извиняюсь за грубость, гнилья, который есть в коллективе, тащить всех назад и можете оставить только сильных, как это сделали мы. Они друг друга усиливают и растут друг на другом. И тут уже зависит от того, как вы, руководитель, вовремя примете определенное решение. Поэтому я считаю, что больше не от оплаты зависит, а все-таки от самого коллектива, и как вы этот костяк формируете. Ну, такое мое мнение. Алёна спрашивает, какая книга кто запомнил? Я так понимаю, речь про Таллера и новую поведенческую экономику. Все верно, да. Это одна из книг, которые были представлены в презентации. Таллер Нобелят 2000 какого-то года, как раз-таки по экономике, Нобелевская премия, поэтому всем тоже советую, интересно. И про курсы непосредственно тоже. Вы говорили, если успеем, то расскажете. Вот последний, вот этот полугодовой последний курс, что это такое, что за погружение? Ну, я уже вкратце рассказала, да, перед тем, как вы подключились. Михаил Уколов, Сохо MBA школа. Курс длился два месяца и еще поддержка три месяца после него. Довольно тяжело было в два месяца сдать 42 урока, потому что над одним уроком, самыми начальными, приходилось сидеть по три, по четыре, по пять раз пересдавать, и ты уже думаешь, ну, как так? Но зато, когда ты пересдаешь, ты реально начинаешь понимать, в чем была твоя ошибка. То есть я вот сел за этот курс с опытом своим в четырех организациях, с созданием их с нуля, с таким большим предпринимательским стажем, как мне считается, 10 лет, ну, показательный. И я сижу и не понимаю, как выполнить задание, меня как маленького ребенка отчитывают, рассказывают, что ну, это же там такие очевидные вещи, давай там исправляй. И вот Михаил на всем протяжении курса ввел, полностью рассказывал, подсказывал, то есть все знания, которые у меня были, они собрались в кучу, систематизировались, и я над собой очень сильно вырос. Доверие к этому учителю просто колоссальное. Подписан на его аккаунт в Instagram, мне все очень нравится, там прям доступным языком объясняется, но при этом, что касается самого обучения, оно очень и очень тяжелое. Если еще поговорить про конкуренцию, у вас опыт очень положительный и позитивный, но тем не менее, стоит ли дружить с конкурентами, дружить, если они настроены негативно и не хотят этого, нужно ли искать эту коллаборацию, идти навстречу, если как бы там стена? Смотрите, да, вот буквально недавно как раз обсуждали с другими партнерами этот вопрос. Я сначала настаивал, потом как бы услышал мнение другого человека и решил, что все-таки, если конкуренты, как вот у нас были, подлят где-то, за спиной какие-то пакости, гадости делают, рассказывают про вас, какие-то небылицы, вот как было у нас. Но если, например, вы видите от этого выгоду какую-то в этом сотрудничестве, хотя бы в установлении общих цен или там определение деления рынка, вы можете попытаться сделать, если в ответ на ваше встречное предложение все получается как-то в крик и в кость, и вы видите, что они прям какие-то хитрые, конечно, не стоит на этом настаивать, но если вы видите, что от этого есть результат, вот мы, например, собрались и мы решили, что мы будем все в целом популяризировать лазертаг. За счет популяризации лазертага наш рынок будет расти, и клиенты будут ходить от одного к другому. И тут мы уже будем конкурировать не к ценой, не демпингом, как это было там раньше, а будем конкурировать к качествам и сервисам, ну и самим продуктам, естественно. И в целом мы выиграем по деньгам и будем вкладывать это в увеличение масштаб, точнее, самого клуба и в сам продукт, то есть сам лазертаг станет лучше со временем. Вот Запад повторил, точнее, допустил неправильную ошибку, они сделали. Они снизили цену до 200 рублей за человека в час, и сейчас они не могут ее повысить, потому что прикормили, и боятся ее повышать, потому что могут потерять клиента. И вот они не могут не вкладывать деньги, потому что их просто нет в развитии этого клуба, и завидуют нам. Продолжаем тему, еще все-таки Леонид Михайлов спрашивает, возвращаясь к теме тимбилдинга. Получается, что тимбилдинг вообще ни при чем, то есть никак не влияет на мотивацию, я так понимаю, об этом спрашивает Леонид? Нет, я считаю, что тимбилдинг при чем, и он определенно влияет, но я считаю, что это не единственный момент по работе, по внедрению диалоги компании и улучшению корпоративного климата, который есть. Нельзя считать, что только с тембилдинга будет там либо плохо, либо будет хорошо. Я говорил о том, что при денежных положениях со стороны полностью финансирования клуба, ну, со стороны организации, или при финансировании со стороны сотрудников, это не влияет на вовлечение. Считаю, что сам коллектив и то, как вы с ними работаете, влияет на то, как они будут относиться. И тимбилдинг, естественно, либо будет помогать, либо абсолютно ни к чему не приведет. Последний вопрос. Если говорить про эффективность, вот эту гонку за эффективностью, выгорание. Был ли у вас такой момент, что с этим делали? Да, конечно, абсолютно. Я считаю, что, во-первых, нужно всегда давать себе отдых, хотя очень тяжело сделать предпринимателям. Они всегда себе в последнюю очередь думают. Ну, два момента баланса я не увидел. Либо они сгорают полностью, либо они забивают на работу и едут в отдых. Считаю, что ни тот, ни тот вариант недопустим. И, конечно, нужно себе давать какую-то разгрузку. Один, два, ну, максимум три дня хотя бы. Просто передышечку такую устраивать. Отдыхать от всего. И самое главное в нашей деятельности, в наше время, я считаю, что нужно отдыхать от телефона. Его просто выключать, предупреждать всех ключевых специалистов и важных клиентов о том, что вы будете недоступны, и просто куда-то уезжать. Это помогает. И, конечно, выгорание, но оно случается рано или поздно. В этот момент хочется все бросить. Какая-то депрессия просто. Это такое прям отношение к жизни плохое. В этот момент нужно брать себя за определенные места и вывозить куда-нибудь на природу. Хотя бы на природу. Ну, там уже что в вашей душе лежит. Хотя бы там куда-нибудь в санаторий съездить на один денек. Или на базу отдыха. Покупаться, отдохнуть, пожарить мясо. Ну, кому что приятно. Поиграть в лазертак. Ну, можно поиграть в лазертак, если вы не работаете в лазертаке. Денис, спасибо большое.